Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. Помогать другим. Многие во время пандемии коронавируса решили не отсиживаться дома. Почему люди становятся волонтерами? Об этом мы сегодня поговорим с Максимом Гуровым, активным жителем города Одинцова. Я думаю, на самом деле, Максим, вас не стоит представлять. Многие жители города Одинцова и так вас прекрасно знают. И не только города Одинцова. Максим, а почему лично вы решили стать волонтером? В душе как-то повернулось, что надо людям помогать. Пошли обращения ко мне как к предпринимателю. Помоги, помоги. И решили начать помогать. Плюс посмотрел, что есть коллеги там с Щелкова. Андрей Шалунов. Он первый начал. И увидел его идею и тоже решил организовать здесь, в Одинцово. То есть это вот такое одномоментное решение, которое вытекло вот в такую бурную деятельность? Честно говоря, я даже не ожидал, что так все выйдет, потому что когда закупил там буквально 30 наборов продуктовых, дал объявление, телефон просто перезвонил так, что приходилось даже его отключать, потому что ты пока с одним разговариваешь, еще 10 человек висят на линии. И как бы потом этот вопрос решили, сделали горячую линию, и как бы все звонки удалось принять. А каким образом вы организовали свою работу? Где разместили телефон? То есть как люди на вас выходили? Вы знаете, это тоже вопрос, который… То есть я понял, что объем очень большой, люди нуждаются много. Начал я это у себя дома делать. Понял, что дома не могу, у меня трое детей, да, чтобы приходили ко мне домой там… Забирали… Да, не совсем правильно. И опять же привозить там продукты, там фасовать и отвозить, это очень тяжело. Мы начали искать штаб, и откликнулись люди, которые предоставили нам помещение в доме офицеров. И мы там начали выдавать продукты. Ну я так понимаю, что вокруг вас сколотилась такая команда единомышленников. Вы знаете, в один момент насчитывалось, если считать там, Рузу, Звенигород, Кубинку, Истру и так далее. То есть около там ста человек, которые ежедневно занимались волонтерской деятельностью. То есть штаб Максима Гурова, можно сказать, образовался вот с того момента, как вам выделили помещение. Да. А сейчас примерно сколько это человек? Сейчас, слава богу, пошло все на спад. Пандемия. Да, пандемия. Много людей пошли на работу. Государство выделило какие-то деньги, да, там единовременные. То есть кому-то это помогло. И сейчас у нас порядка там, не знаю, 15 человек. Которые и в огоне воду. Да, и в огоне воду. За время существования штаб Максима Гурова расширился. К нему присоединились такие же неравнодушные люди, как и он сам. Один день с волонтерами провела съемочная группа нашего канала. Волонтерский штаб Максима Гурова. Светлана, здравствуйте. Светлана Чеботарева хорошо знает, какие чувства испытывает человек, позвонившись с просьбой о помощи. В апреле она сама оказалась в трудной ситуации. В социальных сетях нашла Максима Гурова, который готов поддержать нуждающихся. Вечером позвонила, утром уже получила продуктовый набор. Ко мне приехала мама, которая живет в Приднестровье. Ну и, в общем, так немножко сложно было. Ну, обратившись, я решила, что я хочу помогать. А теперь Светлана сама волонтер в штабе Максима Гурова. Ее добровольческий стаж больше месяца. Усталости не чувствует, наоборот, только удовольствие от того, что помогает людям. Главная сложность – не принимать чужие истории близко к сердцу. Это сложно, но мы стараемся. И все равно мы все истории пропускаем через себя, все равно мы со всеми вместе переживаем. Ну, а как можно общаться с людьми, оказывать им помощь и не проживать, ну, быть совершенно равнодушным. Сейчас в штабе Максима Гурова работают более 50 волонтеров. Это бизнесмены, руководители, спортсмены, многие даже не знакомы друг с другом. Хотя начинал свою деятельность волонтер-предприниматель в одиночку. Но, как показала практика, добро порождает добро. Было определенное количество денег. Купил продукты, решил развести всем, кто нуждается. Но заявок на тысячи, да, не пошли. И как бы пришлось это превратить все в масштабную деятельность. Максим Гуров оказывает продуктовую помощь бесплатно. Обратившимся верит на слово. Каждого позвонившего заносят в разноцветный список. Так волонтерам легче ориентироваться. Серый пакет заберут сами. Бирюзовый – необходима доставка. Красный – это уже так называемый черный список. Это либо обманщики, либо мошенники. Ну, вот люди, которые себя каким-то образом проявили. То есть, либо это в разговоре выяснилось, либо мы потом приехали и установили, что нас, в общем-то, обманывают. Такие случаи, к сожалению, тоже бывают. Большинство обратившихся за помощью в штаб Максима Гурова получает стандартный продуктовый набор. Обычно входит у нас в набор рис, гречка, крупы, да, сахар, сгущёнка, тушёнка. И это ещё не всё. Сладости для детей. Макароны, подсолнечное масло, мука. Продуктов должно хватить надолго. Помогают не только жителям Одинцовского округа. География намного шире. Это и Луганск, Донецк, города Подмосковья, Норильск. Сегодня в планах у Максима доставка. Первый адрес – семья с двумя детьми. Из-за введённых в регионе ограничений родители остались без работы. Подруга подсказала номер, который обращалась, и посоветовала также обратиться, потому что оказались в трудной ситуации сейчас в связи со всем происходящим. Поэтому позвонили, обратились. И благодарны за помощь. Спасибо большое. После пандемии коронавируса штаб Максима Гурова, скорее всего, продолжит свою работу. Идей много, но в первую очередь признаётся руководитель. Он соберёт всех, кто вместе с ним помогал нуждающимся, чтобы, наконец, познакомиться и лично сказать спасибо. Максим, когда мы снимали сюжет, ну это было недели две, наверное, тому назад, в штабе было порядка 50 человек. Сейчас остались 15. Слава Богу, коронавирус уходит от нас. Кто эти люди? Расскажите, пожалуйста. Это волонтёры, люди, которые с большим сердцем и доброй душой, которые тоже не смогли сидеть дома, пришли и сказали, что мы тоже хотим помогать. И остались кто-то, значит, взялся принимать звонки, кто-то фасовать продукты, кто-то их развозить. И как бы они до сих пор горят желанием это делать, продолжать. И занимаются этим. Я так понимаю, что многие из этих волонтёров – это те, кому вы в своё время помогли. Есть и такие, да. Есть, кто просто пришёл помогать, а есть те, кто обратились, да, им помогли, и они решили остаться тоже помогать людям. Максим, как в вашем штабе строятся отношения? На самом деле, когда мы снимали, брали интервью волонтёров, они все немножечко возмущались, когда их спрашивали об обязанностях. Потому что, ну, какие обязанности? Мы же здесь все добровольцы. То есть, очевидно, никакого принуждения нет. Но в то же время всё очень хорошо организовано. Как удаётся вот этого достичь? Вы знаете, мы же проводим там пяти минутки до начала, так скажем, рабочего дня или волонтёрского дня и после. То есть, смотрим, как прошёл день, какие внутри коммуникации необходимо навести для того, чтобы улучшить качество нашей деятельности. И все с любовью к этой работе подходят. Если волонтёры штаба ОНФ помогают в основном 65+, гражданам, которые не могли выходить из дома в этот сложный период, то у вас, ну, скажем так, шире спектр тех, кому вы приходите на помощь. Кто может обратиться в штаб Максима Гурова? Вообще специфика наша. Обратиться могут все. Все, кому уже сегодня есть нечего. Кто утратил работу, кто, значит, имел ежедневный доход. Там повара, официанты, таксисты, парикмахеры и так далее, и так далее. Туда же, кстати, храмом мы помогали. В ЛНР, в ДЛНР отправляли. В Татарстан, в Тольятти, в Ярославль. Даже не только Московская область. Да, по Московской области много городов, куда отправили тоже. Звонки были отовсюду, истории были разные. И порой ком в горле вставал так, что приходишь домой, ложишься спать и понимаешь, что уже рассвет, а ты еще даже не спал, потому что ты крутишь это в голове. А вот проверяйте как-то, насколько в том или ином случае помощь действительно необходима? Когда ты общаешься по телефону, ты понимаешь, насколько человек там нуждается. И верим всем, понимаем, что, наверное, потери будут. Да, есть люди, которые, не знаю, запаслись тушенкой до пандемии и потом дают надо брать. Но всем мы говорим о том, что если вы действительно нуждаетесь, мы готовы вам привести. То есть это остается на совести тех, кто, возможно, злоупотребил. Ну, таких, я так понимаю, очень много. Ну, процента 3, может быть, от общего объема. При этом у вас есть такие стандартные продуктовые наборы, но вы также и учитываете потребности тех, кто к вам обращается, правильно я понимаю? Да, много обращается матерей, да, с детьми. Как правило, это и полные, и неполные семьи, где либо есть отец, либо он потерял работу. И они тоже нуждаются и в детском питании, и в подгузниках. И для них мы тоже формируем такие наборы. Есть пенсионеры, инвалиды, у которых дорогостоящие лекарства. Для них мы приобретали лекарства в том числе. Максим, вы сказали, что очень часто какие-то истории пропускаете из себя, вплоть до того, что уснуть не можете. А вот как от этого удается отходить? Ведь, насколько я понимаю, у волонтеров вот это эмоциональное выгорание, оно достаточно часто случается. Ты когда что-то делаешь, да, действительно, наверное, ты тратишь энергию. Но когда ты добиваешься результата, то есть ты помог, этот результат ее восполняет с лихвой, и тебе хочется продолжать, и продолжать, и продолжать. И силы находятся, ты встаешь каждый день, идешь и делаешь то, что от тебя зависит. А насколько финансово все это накладно? Ведь я так понимаю, что каждый продуктовый набор стоит достаточно прилично. Стоимость нашего продуктового набора вначале составлял, когда это были мелкие партии, там, от 800 рублей, потом, когда мы начали закупаться оптом и увеличили его, этот пакет, он стоил 650 рублей, и сейчас он так стоит. То есть мы закупаемся, там, пятитонниками. Вот. Общий объем заявок на сегодня превысил 2700 заявок. И... То есть каждый минимум по 650 рублей. Да, ну там еще есть попутные расходы. Да, плюс там, если какие-то за лекарства и так далее. Да, значит, у нас бюджет превысил там около 2,5 миллионов рублей на волонтерскую деятельность, из которых примерно 50% пожертвовали разные люди. Например, большую часть из этих пожертвований принес Игорь Леонидович Соломах, это местный бизнесмен Одинцовский. Спасибо им большое. Я так понимаю, что вы, как и большинство людей, которые помогают, предпочитают вот неизвестность, они не афишируют как-то свою деятельность. Он есть некий пиар, но я считаю, это побочное действие, потому что ты как бы занимаешься этой деятельностью, люди тебя, много же людей приходят, порой там по 100-200 человек в день приходило, и как бы узнаваемость твоя повышается, и СМИ интересуются. То есть, ну, ты же не можешь отвернуться, там, не дать интервью или не рассказать о том, что ты делаешь, потому что, а вдруг еще кто-нибудь посмотрит и скажет, о, я же тоже могу, я же тоже могу. То есть, представляете, я вот один позвонил там друзьям, товарищам, знакомым, и пришли люди, которые вообще меня не знают, и мы там 3000 семьей, да, накормили в пандемию, это же большое дело. А сколько таких еще может быть? Конечно, то есть, публичность, она дает все-таки свой результат. А я со стороны СМИ хочу сказать, что зрителям нужно знать не только последние цифры о пандемии или каких-то происшествиях, но и о хороших новостях им тоже обязательно нужно сообщать, и это как раз тот самый пример хороших новостей, которые, естественно, этот источник информации появился, и это на самом деле здорово. Ну, к тому же, вы не только сами доброе дело делаете, но и умудряетесь как-то заражать этим других. Вот как получается привлечь столько людей? Заразить вот этой идеей и помочь другим? Не знаю, много людей, которые до пандемии были погружены в свою работу текущую и работали очень много. И пандемия нас остановила, да, а энергию-то девать куда-то надо, правда. То есть мы привыкли много-много-много работать, и эта деятельность, тем более она благая, направили всю свою энергию туда. И все получилось, все идет, и как бы многие люди посмотрели на это и сказали, о, я тоже буду, я тоже хочу, я тоже могу. И смогли справиться с этой ситуацией. А еще пандемия, наверное, заставила многих переосмыслить какие-то вещи. Вот у вас какое-то переосмысление произошло. На это надо отдельное интервью, и причем не на один час, наверное, да. Пришло очень много правильных мыслей. И вообще, в целом, я бы сказал, что жизнь моя изменилась, да. То есть теперь есть до пандемии и после пандемии. Как, наверное, у большинства из нас. А домашние вас поддерживают? Конечно. Дети говорят, пап, ты опять волонтерить пошел, да, там. Периодически там ходили вместе, пакеты собирали. Когда это еще было до штаба, потому что в штаб все-таки пандемия, да, коронавирус и так далее. То есть все на самоизоляции. Я сам-то, ну, как бы, там, перчатки, маска и так далее. А вот, а детей как бы только дома. Безусловно, никаких площадок, парков и так далее до того, как это, конечно, разрешат. Максим, ну, я не могу не спросить, 2,5 миллиона рублей, да, ушло вот на эти продуктовые наборы. Вам помогали другие предприниматели. Вот, конечно, все сейчас подумают, вот интересно, откуда у него такие деньги? Не разорит вас вот эта благотворительность? Я скажу так, пандемия многих разорила, но у некоторых людей остались запасы денег, которые занимались бизнесом. Вот, и, честно говоря, страшнее последствия этой пандемии, чем то, что ты делаешь. Потому что многие, там, тратят деньги на дорогие покупки, там, любые, там. Вот, а я решил, что мы можем помочь людям в своем округе, и не только на эти деньги. Это будет гораздо дороже, чем купить что-то, да, эти сбереженные деньги. Ну, да, их потом никуда с собой не унесешь. Ну, мы уже говорили о том, что вы умудряетесь заражать вот этим самым других людей. И я так понимаю, что те, кто приходят к вам за продуктовой помощью, вы им, вот мы все же посмотрели, предлагаете некую коробочку. Расскажите, пожалуйста, что это за коробочка и зачем? Значит, в какой-то момент времени мы поняли, что людей больше, чем у нас есть возможности продуктов, да. И мы, честно говоря, немножко напугались и думаем, вот как бы сделать так, чтобы люди друг другу начали помогать, да. И, например, сосед соседу, сосед соседу, да. И, значит, мы когда выдаем продуктовый набор, мы каждому выдаем еще продуктовую корзину, на ней написано. «Кто может, пусть в нее положит, кому нечего поесть, пусть возьмет». И просим установить ее в подъезде на первом этаже и что-нибудь из своего набора пожертвовать туда, значит. Таким образом он внесет свой вклад, да. Это цепочка добра пойдет. Да, это цепочка добра. И она начала работать, вот по-честному. Я прям, мне присылали много фотографий, да я и сам, когда продукты развозил, видел, что стоят наши корзины, и они работают. И это здорово. Ты понимаешь, что это большое дело. И сколько людей так могли спастись, да, еще таким образом. Ну, я так понимаю, что не только этим вы помогли другим, скажем так, присоединиться к волонтерской деятельности. Недавно в лесу была проведена акция, в том числе с вашим участником. Про это подробнее расскажите, пожалуйста. Да, значит, я просто живу в Одинбурге. Часто гуляю по набережной с детьми и смотрю на то, что люди ходят на пикник. К сожалению, за собой не убирают, еще и в речку закидывают периодически, там, бутылки, банки, склянки. И я решил, что мы можем вместе с нашим штабом, он большой, сейчас заявок меньше, и тем более мы сидим все время в этом штабе выйти на природу и почистить, убрать лес. Плюс к нам присоединились люди, которые, ну, благодарны тем, что получили от нас продукты, вот, как-то помочь, поддержать. Плюс местные жители очень там… Поддержали идею. Да, очень много человек подошли и сказали, давайте нам мешки, перчатки, мы тоже пойдем. Каждый внес свой вклад, вывезли целую газель бутылок там и пластика. Хочется верить, что люди посмотрят, может быть, и мусорить тоже перестанут, потому что все-таки труд был вложен. Я думаю, что надо повторять и повторять такие акции, и, наверное, мы к этому придем. А вот после пандемии что будете делать? Есть уже какие-то планы? Она уже потихоньку заканчивается, у нас тоже уже начинается работа. Работа? Да. И я сейчас, получается, на два фронта, то есть штаб, мы не прекратили деятельность, и работа уже началась. И будем работать, но про волонтерскую деятельность, я думаю, так, пока, на данный момент. Мы ее приведем к тому, что мы сделаем адресную помощь тем семьям, которые никто, кроме нас, не поможет. Такие, к сожалению, есть. А всех остальных будем надеяться, что они выйдут на работу, и у них все наладится. А от идеи собрать всех вместе и перезнакомиться не отказываетесь? Нет, конечно. Сейчас вот буквально, сейчас просто еще такая ситуация, как-то... Массовые мероприятия, да? Послевоенная, да, и массовые мероприятия еще не разрешены, но обязательно мы созвонимся со всеми, организуем такую встречу, да, чтобы все друг с другом познакомились, потому что люди с большим сердцем, как есть поговорка, не имей сто рублей, да, имей сто друзей. Вот примерно... Они уже есть, но теперь можно будет посмотреть в лицо своего друга. И с теми встретиться, и обняться, и поцеловаться, может быть, даже. Спасибо большое, Максим, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...